всем привет сейчас мы напишем тему прямого эфира отлично здравствуйте друзья я рада вас всех видеть как и обещала сегодня у нас будет прямой эфир посвященный расстройствам сна также связи сна и эндокринной системы и связи сна и ожирения так лучше с вами поболтать так что было меня видно и в качестве гостя у нас сегодня будет роман бузунов сейчас мы его пригласим и я вам его представлю друзья напишите для начала как вам слышно видно хорошо я вот думаю включить или выключить нету вам по дурацку так здравствуйте роман здравствуйте роман очень рада вас видеть спасибо что вы к нам сегодня присоединились для начала да отлично нас хорошо слышно расскажите пожалуйста о себе чем вы занимаетесь не все знают кто такой сомнолог кстати говоря окей ну сомнолог это специалист который занимается расстройствами сна ну также там как кардиолог сердечными заболеваниями и так далее но здесь есть несколько некоторая особенность дело в том что если мы скажем что сомнолог занимается всеми расстройствами сна то вообще у нас получается должно быть всего два врача первый сомнолог как всеми болезнями сна занимается а второй дневнолог который занимается всеми болезнями бодрствования на самом деле все конечно немножко сложнее два аспекта первый что у нас больше пятидесяти болезней сна но мы заявили что там у нас нет здоровых есть недообследованы это первое есть специалисты которые в целом специализируются на болезнях сна ну вот я один из них этим только и занимаюсь но с другой стороны занимаюсь этим взаимодействием со многими специалистами я бы сказал что такой ночной терапевт потому что эпилепсию ну куда я к эпилептологам неврологам пошлю если я вижу апноэ сна обусловленная большой гипертрофии миндалин но я клором отошлю да а если я и обратная дорожка допустим если кардиолог видит что у него ночные блокады да то и ночью только возникающие понятно что он обращается ко мне чтобы я оценил связь этих блокад с апноэ сна например и здесь получается что врачи могут в рамках своей специальности заниматься сомнологией ну допустим те же кардиологи они гораздо лучше будут понимать чем обусловлены гипертония ночная или допустим те же нарушения ритма эндокринологии ваша так сказать специализация если мы говорим про ожирение третьей степени морбидная 7% этих пациентов имеют синдром обструктивного апноэ сна диабет у пациентов с апноэ потому что тяжелая гипоксия ночная препятствует нормальной работе тканевого инсулина ну то есть это вот такое переплетение всех специальностей и я может быть просто с неким акцентом на сон это делаю хотя по основной специальности а терапия и функциональная диагностика а есть отдельная специализация сомнология это так же как андролог у нас нет андролога у нас есть допустим андролог есть эндокринолог это как не специально ну да как дополнительная специализация как цикл усовершенствования то есть вот и в принципе любой врач любой специальности может получить дополнительную специализацию в сомнологии чтобы понимать что с его пациентом в рамках его специальности происходит во сне и он лучше будет лечить этого человека тот же там эндокринолог наверное лучше будет компенсировать от с ожирением да невролог и заниматься апноэ сна тоже да это вот то что действительно сейчас актуально потому что ожирение в общем-то достигло таких масштабов что является сейчас эпидемией и действительно в последние годы в общем-то синдрома апноэ сна уделяют очень много внимания это не просто неприятно это не просто отягощает само течение ожирения и не это действительно опасно вообще что касается ожирения я недавно услышал от эндокринолога не даже не адекринолога от психотерапевта что ожирение это хроническое рецидивирующие пожизненное заболевание то есть вот но вообще это официально это официальное его определение на самом деле да хроническое рецидивирующие может без пожизненного но в принципе оно так и определяется хроническое рецидивирующие да то касается взаимосвязи сапноэ сна действительно у нас природа к сожалению не предусмотрела что мы будем такими полненькими да вроде как ты или располнил тебя догнали и съели или ты никого не догнал и похудел да а у нас можно рядом с холодильником благополучно себя чувствовать наедаться никуда никуда не бегать нет ни за кем не гоняться а еще проблема возникла что с развитием речи у нас утенилась глотка она стала просто банально длиннее а эта трубка где все стенки подвижны и если снаружи просто они банально ставлены жиром она узенькая и когда человек засыпает и теряет контроль за тонусом глоточной мускулатуры происходит до схлопывания фактически возникает остановка дыхания пока мозг спит он не чувствует дышит человек или нет и только когда уже критически упадет кислород до мозг увидит что кислорода нет подаст команду дыхательным путем открыться человек захрапит но вот таких остановок может быть 300 400 500 600 раз за ночь то есть человек а скажите пожалуйста как человек может заподозрить у себя синдром опно и сна потому что вы говорите же да это не чувствуется во сне как можно заподозрить ну еще марк твен говорил что невозможно понять очень странно но храпящий сам себя не слышит действительно человек может говорить что я вообще и не храплю и остановок дыхания у меня нет потому что ничего не помнит сначала у нас восстанавливается дыхание а потом сознание и у человека может быть там 500 400 остановок а человек будет говорить нет у меня все неплохо но не то чтобы неплохо на нет остановок как заподозрить первое ожирение это один из основных факторов риска то есть у пациентов с третьей степенью средней тяжелой степени это храп окружающие говорят это всхрапывание и прямо паузы или остановки дыхания и если кто-то рядышком спит они в красках все распишут что человек действительно не дышит синеет и вообще бедняга помирает каждую ночь следующее что сам человек чувствует это поверхностный беспокойный не освежающий сон просто каждая из этих там 300 остановок это кто-то постучался в мозг и сказал подыши и сколько бы спал выспаться он не может помните недавно была работа которая говорила что люди которые много спят они быстрее умирают но это не потому что много спят вообще а потому что у человека становится потому что они не высыпаются да у них сон да у них сон не восстанавливающий полноценный и кстати очень часто пациенты которые приходят к эндокринологам жалобами на избыточный вес одной из вот второй их жалобой помимо избыточного веса является то что я встал и я уже устал да я бы я хочу спать я вроде сплю но я совершенно не я совершенно не ощущаю себя бодрым и работоспособны а вот это может нас навести на мысль о том что человек во сне происходит что-то нехорошее в том числе до апноэ абсолютно точно значит что еще человек испытывает это ночная потливость причем потеет в основном голова шея и верхняя часть грудной клетки потому что включается у нас дополнительная мускулатура она активно работает как пытается дышать она разогревается банально верхняя часть тела потеет то есть подушки менять начинает и так далее это ночная отрыжка кстати на самом деле она безопасная штука у детей эти срыгивают допустим там рвота у человека бывает там когда у нас возникает рвотный рефлекс у нас перекрывается дыхательный центр перекрываем дыхание перекрывается человек не может вдохнуть во время рвоты а что представьте себе происходит человек допустим две минуты не дышит после на фоне апноэ у него критично падает насыщение крови кислородом а человек пытается дышать возникает выраженное колебание внутри грудного давления сдавление желудка и заброс желудочного содержимого возникает отрыжка а мозг вместо того чтобы подавить дыхательный центр видишь что катастрофическая ситуация с насыщением крови кислородом подает команду на 0 3 десятых миллилитра это совсем чуть-чуть залетает возникает ларингоспазм и это кстати очень пугающая ситуация когда человек просыпается то есть он он в сознании он минуту до этого не дышал он синий а дышать не может то есть вообще думаешь он сейчас умрет от души да но в конце концов там дыхательные пути расслабляются и вас такой раздышался человек бывает а если 20 миллилитров залетела все закупорка крупных бронхов острая аспирация асфиксия и привет то есть это кстати серьезная ситуация ожирением и алкоголизмом которые много потребляют алкоголя мозг тоже там выключается и вот они часто умирают во сне вот просто банально от аспирации это ночная и утренняя гипертония часто каждый остановка дыхания заканчивается подскоком артериального давления а выброс артериального давления 300 400 раз пожалуйста все гипертония ночная и утренняя но еще один такой специальный симптом это учащенное ночное мочеиспускание с этими пациентами только не делают особенно урологи это просто как говорится уму недостижимо да аденома простатит лечат их там гипермобильный мочевой пузырь и прочее прочее а механизм какой у нас когда возникает остановка дыхания как я сказал выраженное колебание внутри грудного давления как пытается дышать перерастяжение предсердий ну потому что внутри грудной клетки а перерастяжение предсердий приводит к увеличению продукции натриуретического пептида который обладает мочевым действием человек три-четыре-пять раз за ночь практически полным мочевым пузырем встает идет помочиться без затруднения без рези с удовольствием даже но часто и много то есть вот это вот ночная полиурия то есть избыточная продукция мочи ночью ну и точно мы с чего мы начинали что это тяжелейшая дневная сомливость то есть человек засыпает во время кора засыпает в кресле да да приеме засыпает я полагаю это то что мы видим да 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 и на приеме засыпает ты вроде бы разговариваешь разговариваешь а смотришь он начинает клевать носом и например мы же проводим школы ожирения школы для пациентов с избыточным весом и мы в общем то не берем туда пациентов с морбидным ожирением потому что они это это не пациенты которым можно предложить групповые занятия они не выдерживают они засыпают они теряют внимание да это рассеянность внимание здесь только индивидуальная работа в общем это достаточно тяжелая достаточно серьезная проблема тут еще интересный момент вот ну вы как вы даже лучше меня знаете как с этими пациентами работать плане именно образа жизни там диеты и так далее но тут но со своей части как как я это вижу порой особенно у морбидных пациентов да у человека категорически критически разрушен сом а есть такое ну известная ситуация что не надо человека пытать достаточно всего 7 суток не давать спать у человека полностью теряется воля он все расскажет пишет он совсем согласиться это я просто к чему что человек еще какую-то базовые функции может выполнять даже на работу сходить как-то но какие-то дальше проекты реализовать он не способен и я что же с ними сталкиваюсь пациенту ну вам нужно там заняться спортом вам похудеть надо конечно на это на это же силы надо даже для того чтобы просто изменить свое питание нужно очень много сил и не надо начинать этим заниматься если у человека нет сил не налажен сон да вообще нет на это ресурсов да ресурсы в данном случае физические в том числе это крайне важный фактор абсолютно согласно с вами да вот в этом смысле чрезвычайно важно да наладить сон полечить апноэ и кстати тут еще интересная ситуация даже тема моей докторской диссертации сочетание апноэ сна с ожирением так тактика лечения да у нас ночью глубоких стадиях сна продуцируется сама то тропный гормон гормон роста который у детей отвечает за рост и кстати храпящие дети плохо растут а у взрослых он отвечает он несет анаболическую функцию и отвечает за ну грубо говоря переработку жира и накопление мышечной массы глубокие стадии сна у этих пациентов практически исчезают ну потому что все время разрушен сон из остановок дыхания падает продукция самототропного гормона и жир который отложился в запас оттуда практически не забирается и в институте питания лежу там 15 дней я сознание теряю от голода а потерял всего там 7 килограмм то есть банально не работают собственные механизмы переработки собственного накопленного жира это раз-два разрушенный сон у нас увеличивает продукцию грелина а грелин вот я хотела спросить да да грелин да 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 и орексин повышает аппетит грелин да это гормоны которые так называемые орексигенные гормоны гормоны которые способствуют повышению аппетита а лептин кстати не может снижаться да или ухудшаться чувствительность к лептину очень характерная для пациентов с ожирением лептин между тем это гормон насыщения вот либо он снижается либо чувств либо чаще даже чувствительность к нему снижается а грелин орексин вот эти вещи они нарастают абсолютно согласны да и получается с одной стороны человек переедает ну потому что аппетит сохранен да чувство насыщения не наступает потому что лептин снижен а жир который отложился в запас оттуда не забирается потому что самототропного гормона недостаточно ну и так сказать вишенка на торте особенно у пациентов с морбидным ожирением с пиквельским синдромом у них тяжелая ночная гипоксимия ну то есть недостаток кислорода а это глобально тормозит обменные процессы так называемый основной обмен и я еще лет 20 назад когда там может быть не совсем понимал даже 30 наверное уже когда приходил ко мне большой толстый у меня жена есть моя два раза меньше меня худею в три раза и и и как же так вот несправедливость какая но я думал ведь врет наверное где-то ночью а торможение обменных процессов у него снижается основной обмен раньше допустим ему нужно было две с половиной тысячи калорий у него он снизился ему 2 а он остался на том же пищевом режиме он начинает полнеть при том вы знаете это еще прогрессивный имеет абсолютно прогрессивный характер например ко мне часто приходят пациенты с морбидным ожирением и они знаете изначально думать что я их сейчас начну ругать и говорить им что вот надо меньше есть у нас же в обществе такая стигматизация пациентов с ожирением существует совершенно невероятно считается что это пациент обжора пациент со сниженной силой воли или без силы воли а ты уже понимаешь и он начинает рассказывать что доктор я в общем немного ем и поправляюсь просто при виде еды уже даже и на самом деле часто да это действительно так на определенные стадии именно при морбидном ожирении вот вот это вот ограничение пищи она уже не работает видимо настолько снижен обмен веществ видимо настолько настолько организм гипоксии в хронической что он наверное не отдает этот жир никаким образом уже да да абсолютно точно это меня тоже это дошло в конце концов да что не надо их обвинять ну это действительно болезнь уже вот это уже болезнь да да роман а скажите пожалуйста как вообще вот мы поговорили о том что как мы можем это заподозрить как нам выявить синдром опноя сна объективно на самом деле сейчас масса возможностей но классически это когда мы делаем так называемую полисомнографию мы одеваем на человека 18 датчиков которые смотрят дыхание насыщение крови кислородом храп активность мозга структуру сна то есть мы можем посмотреть насколько нарушен сон при этом кардиограмму позицию тела дыхательные усилия двигательную активность но еще на видео это может регистрироваться и мы можем сколько остановок дыхания какова их длительность насколько падает кислород насколько нарушен сон насколько нарушена работа сердца и так далее то есть мы можем поставить точный диагноз раз мы можем оценить риски и прогноз 2 ну и третье мы когда что-то лечение будем говорить выбрать тактику лечения которая зависит не только от причин но от сочетания причины тяжести в этом смысле хотя я хочу сказать сейчас есть гораздо более простые методы допустим такая компьютер вот это вот можно я вас чуть-чуть да вот это вот полисомнографическое исследование оно проводится соответственно не дома в так называемой лаборатории сна да специально оборудованные да и по сути дела человек там должен провести ночь вот с этими датчиками для того чтобы понять да что происходит у него во сне да но есть ведь сейчас более простые способы насколько я знаю да да более простые но кстати сейчас уже даже из системы которые полисомнографические дома можно поставить если там видеонаблюдение не будет то есть они уже портативными но на самом деле для того чтобы поставить диагноз просто апноэ сна достаточно так называемых там компьютерная сомнография например это датчик который одевается на пальчик один на пальчик да да и человек идет с ним спать домой да вот сюда на грудь наклеивается да так сказать что мы сейчас пальца можем брать структуру сна то есть настолько уже компьютерная обработка данных по изменению частоты сердечных сокращений сатурации тонусу мышц может уже прогнозировать с достаточно высокой степенью как человек спит стадии сна и так далее вообще вот странная конечно ситуация когда не с энцефалограммы мы берем структуру сна а с пальца есть некая аналогия допустим представьте себе вот сверкнула молния да я посчитал там раз-два-три прогремел гром я понимаю сверкнула молния в километре от меня ну потому что я знаю что скорость до 330 метров в секунду то есть если понимать какие процессы в организме происходят и их можно померять можно опосредованно очень точно говорить как человек спит как человек дышит да вот по этим двум простым датчиком так называемая это компьютерная сомнография или респираторный мониторинг когда просто катюлька вставляется и пульсоксиметр это простейшие они могут применяться ну может быть нас доктора тоже смотрят они только пациенты да в любой то есть любой врач вот помните говорил концепция что любой врач может интегрировать эти методы в свою клиническую практику исследование понимать что у него за диагноз но вот последний метод он такой он скрининговый больше все таки да для апноэ сна он может точным уже диагнозом служить вообще хочу сказать что а тяжесть если мы говорим про просто пульсоксиметр вот здесь вообще пульсоксиметр то есть на пальчик мы одеваем датчик в течение всей ночи в течение там делает 36 тысяч измерений сатурации такой холтер сатурации падению насыщения крови кислородом мы посчитали сколько провальчиков мы можем опосредованно говорить о сколько у нас остановок дыхания а если мы все-таки добавляем конюльку да вот этот более сложный датчик который смотрит там на пальцы не просто там сатурацию а еще и тонус тонус сосудов да то это минимально достаточная диагностика то есть мы можем поставить диагноз синдрома абстрактивного снапа достаточно простым методом и еще раз говорю это сейчас возможно применять но практически в любом стационаре или практике эти методы интегрировать у себя в клиническую практику вот мы можем поставить точный диагноз а дальше уже в зависимости от сочетания причины тяжести лечим ну да мы как вы как эндокринолог и я как сомнолог больше сталкиваемся с пациентами с ожирением хотя допустим может быть причина огромные миндалины я скажу это вообще огромная проблема я вот буквально несколько дней назад писал такой семинар синдром абстрактивного апноэ сна аллергический ренит у детей ну мы можем кстати и на детей чуть-чуть вообще это такая знаете боль моя некоторая потому что мне изо всей россии стекаются эти несчастные видео и фотографии детей очень интересно смотрите как вот когда у взрослых говорят давайте мы быстро сейчас будем лечить отрезать что-то и так далее когда у детей миндалины и леденоиды и родители и дети в смысле и врачи говорят давайте будем лечить вот не дай бог чего сейчас отрезать если раньше всем все отрезали то сейчас такая историческая вина лоров а а мне кажется давайте будем сейчас все вот сохранять да просто как да 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 с ребенком происходит у которого апноэ первое у нас ребенок за первые шесть лет жизни узнает 80 процентов информации которую он усвоит за всю свою жизнь такие дети маугли если до пяти лет ребенок не попал в человеческую среду все он уже животное да то есть если его животное воспитывали а основная функция мозга ребенка когда он родился почему ребенок так много спит 16 часов да а взрослые гораздо меньше две функции первое это физическое развитие организма и ребенок естественно очень активно развивается и мозг должен выполнять вот эту функцию контроля за развитием человека вообще даже еще дальше пойти то у нас мозг вообще никогда не спит это сейчас уже исследования совершенно точно доказали вот если мышку или крыску лишать сна да она в конце концов умрет там от сепсиса язвы и так далее и так далее но при вскрытии единственный орган который не будет поврежден это мозг почему потому что когда днем центры мозга которые взаимодействуют с окружающей средой ночью они также работают но они настраивают внутренние органы системы и и получается но если ему что-то мешает его ночной работе он перестает нормально руководить организм а вторая функция у детей и кстати почему плохо храпящие дети просто после физически плохо развиваются они остынники они низкорослые и так далее а вторая функция у нас это переработка информации отложение что запасы формирование долговременной памяти вот взрослым в среднем полтора часа нужно рэм сна переработки информации ребенок когда родился 6-7 часов сна но просто он огромное количество информации воспринимает а теперь представьте себе ребенка у которого апноэ сна и у которого 200-300 остановки полностью разрушают структуру сна ребенок вырастает как я сказал низкорослым субтильным щупленьким б он вырастает когнитивно недостаточным может не формируется долговременная память это дефицит внимания это гиперактивность это дезадаптация и когда говорят что ребенок может быть перерастет и когда-нибудь отрезия миндалин случится да школу потеряет и он никогда не вырастет настолько умным насколько хотели его вырастить и пытались упущено время уже да и даже я вспоминаю такую лекцию 2013 год я выступал перед лорами в красноярске и рассказывал что а вы удалите у ребеночка миндалины большие да и он начнет хорошо расти почему потому что возникает рецидив не рецидив а рикошет продукции самототропного гормона гормона роста да и ребенок начинает физически активно развиваться стала одна такая пожилая пожилая лор на лет 70 да и говорит вот меня после войны учила моя учительница это ты удалил ребеночка миндалины и он начнет хорошо расти только сейчас я поняла какая связь классно на самом деле вот это очень интересно потому что это для меня нечто новое в целом да я не детский врач очень интересно спасибо большое вот нас уже спрашивают да все уже так заинтересовались все уже заинтересовались как что делать спрашивают роман рассказывать я может быть сразу если можно покажу так вы видите книжечка да потом может быть ссылочку дадим как лечить храп и синдром абсолютно сна она в совершенно свободном доступе лежит тут просто все описано можно будет почитать но я сейчас прокомментирую да что делать если мы говорим про пациентов с ожирением но прежде всего мы ставим диагноз то есть мы обследуем здесь интересная ситуация вот есть такой хороший даже я в диссертации его использовал время сколько человек набрал веса со времени начала храпа ну человек говорит очень сложно выяснить мне кажется нет приблизительно да понятно конечно если там когда уже мордитной формы там уже человек вообще в гипоксии ничего не помню надо у родственников спрашивать обычно если это не критичное ожирение то сколько ты набрал вот и столько же снись веса и храп исчезнет или по крайней мере а с апнои исчезнет то есть да это ваша может быть ответственность снижение массы тела и я скажу это один из самых эффективных методов излечивания пациента от храпа и от апнои это да но ведь апнои же не дает худеть понимаете вот в чем проблема значит первая ошибка которую ну наверное к сожалению сами врачи порой навязывают это нужно пойти что-нибудь отрезать бесполезно у пациентов с тяжелой степенью апнои с ожирением что-либо вообще удалять но кроме резкой гипертрофии миндали хотя у нас в москве 50 или 60 центров которые отрезают небные язычки всем подряд вы сейчас имеете ввиду вы сейчас имеете ввиду операции именно на на глотке да да вот эту которая там отрезают подрезают небный язычок и везде там во всех рекламах что мы вас излечим от всего и все прекрасно нет если не осложненный храп зачем нам исследование вот если не осложненный храп это открытые дыхательные пути и небо бьется да вот подрезали его оно перестало биться и да ситуация нормализовалась а если у нас ожирение и спадаются сами дыхательные пути есть тут небо нет и в этой ситуации единственным эффективным методом лечения является так называемая СИПАП терапия continuous positive pressure CPAP ну русская транслитерация СИПАП да у нас как-то все привыкли к этой уже аббревиатуре расскажите что это потому что я уверена что многие вообще не знают что это такое это я даже сейчас может быть даже покажу такую где-то картинка тут есть такая да да обязательно классно сейчас ну вот наверное хорошо будет видно видно не повыше чуть-чуть ага вот да вот так да вот так вот так видно конечно это крайне странная на первый взгляд вещь когда стоит прибор трубка маска одеваемая на нос и еще этот прибор подает некое давление струи воздуха раздувает дыхательные пути ну вот чтобы люди понимали те которые совсем не знают да это прибор и это маска которая подает воздух под давлением когда когда останавливается дыхание правильно время подает то есть это постоянное положение время раздувает вот знаете как как колесо в машине если ты его накачал да вот там давление внутри колеса но не спадается вот как только мы некое давление обеспечили внутри дыхательных путей то есть мы их раздували и не дали им спадаться пока мозг спит все храп остановки дыхания нормализовали насыщение крови кислородом и структуру ночного сна и я скажу парадокс но и может быть самый большой плюс чем тяжелее исходная ситуация тем лучше себя человек чувствует когда мы его полечили вот это знаете иногда приятно быть врачом когда приходит это не парадокс это во всем же тогда если вот ты поймал то от чего плохо и дал таблеточку волшебный вот именно от этого то ты все ты чудо доктор абсолютно во всем так человек с утра просыпается говорит доктор а первый раз там за 10 лет выспался да ни разу в туалет не вставал горле ничего не пересохло не потел и вообще туда да трава зеленее вода мокрее девушки вокруг симпатичнее стали кстати между прочим еще и проблемы с потенцией потому что тестостерон тоже продуцируется ночью в глубоких стадиях сна они исчезают а во вторых просто когда человек уставший у него либидо снижается ему не до того просто конечно сил нет и когда там уж какой штамм либидо скажите пожалуйста вот этот приборчик да и эта масочка это как-то индивидуально подбирается для каждого человека настройки для каждого индивидуально вот что делать человеку как ему подобрать себя как у нас это все происходит вот мы поставили диагноз да допустим тяжелое окно и ожирение то есть операция не подойдет но вот единственный метод такой да мы инициируем процесс когда мы делаем прямо подход под контролем той же поле сомнографии мы подбираем тип размер маски чтобы она подошла к лицу мы подбираем исходное комфортное давление с которым приятно дышать то есть там достаточно много параметров настройки и даже если у нас система то она имеет предустановки определенные а второе тестируем режим потому что если мы не доберем давление мы не откроем дыхательные пути мы просто не полечим человека а если мы берем или аппарат переберет давление то это само по себе раздражающий фактор человек просто не сможет за суть потому что избыточное давление через черт то есть это все таки процесс титрации я даже недавно такую монографию написал неинвазивная респираторная поддержка там на 350 страницах да о том как это делать подбирать режим но это больше для специалистов хотя может быть и люди тоже могут спокойно почитать эту информацию да я может быть потом даже вам дам тоже есть такая в интернете тоже на свободном доступе лежит называется долгосрочная сипап бипап терапия в домашних условиях рекомендации берите долгосрочная сипап бипап терапия в домашних условиях и там вы увидите просто ссылочку на считывание сразу запишу следующая ситуация что могут быть проблем скажите а можно еще вопрос сипап бипап чем отличаются типап это постоянное положительное давление когда вот все время это избыточное давление в дыхательных путях бипап это когда на вдохе большее давление а на выдохе меньше то есть мы не только открываем дыхательные пути мы еще обеспечиваем вспомогательную вентиляцию легких то есть обеспеченный вдох не мешаем выдоху особенно это при уже дыхательной недостаточности когда легкие поджаты жиром при пиквиском синдроме и нам нужно еще просто саму вентиляцию не просто дыхательные пути открывать а еще вентиляцию вот это бипап это правило зарезервировано для тяжелых для пациентов уже с выраженной дыхательной недостаточностью в ночное время это один и тот же прибор но разные настройки сейчас эта концепция ровно такая то есть мы просто аппаратно можно переключать прибор да но от компании производителей потому что они цена существенно разная но допустим ну раза в два там полтора раза различается то есть бипапы более дорогие то есть платформа просто электрон на прибор настроен или на один метод лечения на другой и как не знаю компьютер в машине да машина на одной платформе ездит по-разному из-за настроек компьютера но я скажу что при тяжелой степени апноэ приемлемость составляет где-то 90 процентов лечения конечно есть пациенты с клаустрофабической выраженной реакцией вот он вообще не может ничего на лице иметь да вот одеваем маску сразу паническая атака и ну не невозможно до лечения то есть 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 некие проблемы которые могут препятствовать лечению но у меня я скажу 7000 пациентов которые сейчас постоянно применяют сипа в домашних условиях и у кого-то не получается инициировать этот процесс ну вот по каким-то своим таким психофизиологическим мотивом вот там уже начинает ставить вопрос о бариатрической хирургии да потому что получается да на самом деле одно другому я вам вот как специалист скажу что одно другому вообще не мешает потому что если у человека морбидное ожирение скажем да там долгосрочная она у нас похудательный безуспешный мы перепробовали скажем там модификацию образ жизни фармакотерапию или есть или есть уже осложнение например сахарный диабет тогда может быть уже от второй степени то есть показания к бариатрической операции и вы придете к бариатрическому хирургу если это грамотный бариатрический хирург то он направит к сомнологу особенно если он действительно подозревает синдром опноя во сне так вот пациенты особенно пациенты с морбидным ожирением особенно с очень большим индексом массы тела скажем там 50 да как правило им нужно процентов 10 перед операцией снизить вес по крайней мере процентов на 10 и конечно вот на этапе подготовки к операции они им назначается сипап терапия то есть в принципе одно другому вообще не противоречит это вещи которые идут параллельно лечение ожирения бариатрия и сипапа и совершенно одно другому вообще не мешает абсолютно согласен с вами да более того и даже на каком-то из предыдущих конгрессов бариатрических получил золотую медаль бариатрического почетного операции но я помогаю бариатрическим хирургом готовить пациентов к операции да да вот я вот просто говорят это это вообще бесценно это бесценно им и похудеть легче да и и наладить оксигенацию а проблема и я плотно с отбариатрическими я сам не знал думал слушайте ну а зачем ему зачем ему перед бариатрической операцией говорить что он должен похудеть на 10 процентов массы тела я не догонял как выразиться да но отрезал и похудеет мне умные бариатры объяснили говорит когда особенно мужики у них настолько все жиром вот здесь заплыло и настолько все напряженное это пышная стенка что когда ты лапароскопически туда входишь там просто места нет сделать ничего невозможно да кстати еще одна причина если там действительно очень высокий очень высокая масса тела то пока он лежит на операционном столе может развиться краш синдром то есть он своим весом разрушает собственные мышцы да вот такая опасность тоже есть поэтому как правило да для того чтобы сделать бариатрическую операцию часто надо еще и похудеть до этого а без нормального сна это сделать невозможно ну и здесь я да вот моя задача это подготовить пациента потому что там же ведь еще если синдром пиквика у нас еще одна проблема у них возникает это справа желудочковая сердечная недостаточность тяжелыми отеками а там механизм у нас есть такой хитространда ну вернее может все слышали вентиляционно-перфузионных отношениях то есть у нас когда какой-то участок легких плохо вентилируется там возникает в нем спазм чтобы через него не текла кровь чтобы отцепана насквозь не текала потому что она тогда получается неоксиденированной потому что вентилируется этот плохо участок и кровоток перераспределяется в хорошо вентилируемые участки а у пациента с выраженным ожирением все легкие поджаты у нас глобально гиповентиляция недостаточная вентиляция всех легких и во всех возникает вторичная легочная гипертензия да и вот собственно а правый желудочек который качает через кровь через легкие он слабенький он быстро декомпенцируется развивается недостаточность по правому кругу тяжелые отеки падает почечный кровоток через почки кровь тоже не течет развивается аллигурия почечная недостаточность и ты даже мочегон начинаешь давать они не работают просто кровь не работают да 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 в ситуации что мы делаем мы как раз даем допустим пип-ап с кислородом это вот просто вообще фантастика человек приходит к тебе в анасарке ну или ты к нему приходишь он к тебе уже не приходит да ты назначаешь ему лечение допустим он четыре часа просто спит и просыпает делом просится в туалет и выделяет там литр мочи без всяких мочегонных дело в том что достаточно обеспечить нормальную вентиляцию легких и нормальный кислород вот этот спазм артерии в течение 15 минут проходит работа правого сердца улучшается кровоток работать начинают почки прекрасно человек начинает размачиваться то есть мы в течение 10 дней компенсируем тяжелейших пациентов которые извините там уже помирать собрались вот таких на бариатрию вообще не берут никак не берут конечно да это опасно да у нас такой есть еще вопрос насколько это дорого вот такой непростой вопрос можно я начну немножко с историзма у нас еще есть время я начал этим заниматься в девяносто пятом году вот тогда сипап который первый раз привез нам француз стоил 5000 долларов чтобы понять что такое в девяносто пятом году 5000 долларов у меня зарплата была 20 долларов в месяц да и значит 200 долларов мы произведем в год это мне 40 лет надо было работать чтобы этот сипап заработать несчастной а квартира в кузинках однокомнатная стоила 5000 долларов то есть это сколько стоит сипап ну миллионов семь восемь да сейчас сипапы простейшие если там китайские и так далее от 30 тысяч рублей что критично дорого ну наверно входит роман что входит вот в эту цену от 30 тысяч соответственно сам аппарат да масочка какие-то расходники там есть что касается аппарата в аппарат входит в комплект аппарат обычно увлажнитель трубка маска она не входит в аппарат она индивидуально подбирается между разными аппаратами может соединяться да но если мы говорим входниками это еще фильтры допустим которые нужно менять там но это недорого тысячи две три ну четыре пять если в хороших системах да глобальный комплект может стоить ну где-то 35 тысяч рублей если по минимуму ну может быть сейчас подроже уже рубль падает да скажите пожалуйста вот насколько я знаю некоторые фирмы производители они дают этот аппарат в аренду здесь вот когда мы бариатрическими пациентами занимаемся ему покупать аппарат не нужно мы его скомпенсировали прооперировали он благополучно потом да да фирмы могут давать в аренду там на месяц на два допустим там около операционном периоде даже мы когда инициируем процесс но мы-то клиника ну у экспертного уровня да я специалист не очень дешевый уж извините да все таки там похвалю себя основоположник отечества один из основоположников отечественной сомнологии редко кто в девяносто пятом году занимался понимаете у нас сомнологий я помню до большого секрета нет в девяносто восьмом году я сидел на консилиумах у Бориса Николаевича Ельцина когда там было три-четыре академика и я кандидат наук да непонятно кто откуда но я занимался сипоптерапией больше в россии никто не знал как заниматься сипоптерапией то есть если у нас в центре у нас обследование стоят где-то от 9 до 18 тысяч это диагностика хотя допустим в других местах можно где-нибудь от 5 до 15 сделать тысяч это вот это полисонография или респираторный мониторинг да инициация сипоптерапии но тоже где-то приблизительно там тысяч двадцать двадцать пять то есть если в нашем центре вот все делать консультация диагностика инициация лечения подбор пробные лечения и так далее и так далее это можно где-то тысяч даже в 50 получится да да наверное мы делаем на очень хорошем экспертном уровне хотя можно найти центры которые вот ровно то же самое сделают ну за ну за 15 20 тысяч наверное да а дальше вопрос аппаратов но я сказал самые дешевые это порядка 35 если мы говорим про топовые модели но допустим там тот же львенштайн там или сифам или еще что-нибудь такое это где-то там 100 120 130 тысяч может стоить комплект оборудование для персонального но когда вот мне говорят дорого особенно типа меня еще в этом обвиняем я говорю знаете да моя задача поставить точный диагноз назначить лечение которое продлит вам жизни качество жизни вот сколько стоит 5 лет жизни человека уже в среднем с тяжелым окно и мы продляем активную жизнь человека на 5 лет если это не стоит 30 тысяч рублей так у нас совершенно беспредметный разговор если государство не оплачивает это не я виноват он владимир владимирович дмитрий анатольевич государство да к ним вопрос не будем мы про политику не надо то в общем это не то место где я просто что это получается что у нас врач за все в ответе за государство понимаете что я должен все сделать подарить человеку аппарат да за свои деньги и и сильно извиняться что у него денег нет но вот не не надо не надо думать что врачи вот там прям всем все должны к сожалению они к сожалению в нашей стране они не миллионеры ну и таким образом да мы очень эффективно помогаем людям сопное сна и кто-то кто-то готов пойти на бариатрию кто-то готов спать с этим аппаратиком кто-то потом худеет и отказывается от этого аппарата то есть в общем то вполне себе такая хорошая нормальная медицина сохраняющая жизни и качество жизни пациентов может быть на вопросики поотвечаем там да я вот как раз таки ищу вопросы мне просто на многие мы с вами уже ответили так 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 ну вот про расходники это видимо я уже спросил сейчас я поищу что тут еще можно есть на что можно спросить а вот спрашивают не шумит ли этот аппарат ночью хороший вопрос современные аппараты это 24-25 децибел это такая шепотная речь а храп это у нас 50-60 децибел это грузовик который у нас под окном ну притом это же такой как он шумит это типа белого шума что-то да наверно как шум вентилятора компьютера приблизительно да 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 то есть это наоборот будет способствовать хорошего хорошему сну на мой взгляд да не хуже чем храп который с остановками дыхания с схрапываниями слушайте ну все про все про цены все про цены все про цены но мы уже уже про цены мне кажется все ответили что касается цен зайдите в интернет наберите купить сипап да и вы увидите все цены там есть абсолютно да а у нас лечение гипертонии в год если у нас современными препаратами это проводится это тридцать тысяч рублей ну слушайте сколько у нас лечение диабета ладно государство оплачивает но сколько у нас лечение диабета одного диабетика стоит в год да это сотни тысяч я полагаю да да а вот вопрос хороший вот кстати уже не первый раз его задают здесь что с возрастом возникает физиологически снижается сатурация да возникает гипоксия и вроде как за рубежом все даже без опноя с определенного возраста ну не все но есть такая практика назначать без опноя сипап терапию что скажете на это были такие те самые но и мне кажется это уже избыточно все таки гораздо лучше вести здоровый образ жизни бегать здоровое питание ограничение курения алкоголя и так далее и так далее то есть давайте мы сами свои ресурсы давайте мы не будем лечить здоровых людей правильно я вот я всегда говорю что мы не лечим норму да абсолютно согласна так а вот если нет ожирения но есть храп с остановкой дыхания что делать выяснить причину данная для начала наверно вот там больше вероятности лор причины гипертрофия миндалия настроение и так далее и так далее да это нужно осмотр обследование и дальше в зависимости сочетания причины тяжести лечения тут такой вопросик был а кто это с вами в беседе мария во-первых я марина прочитал да я уже говорила что у нас сегодня в гостях роман бузунов доктор медицинских наук профессор президент российской российского общества сомнологов доктор который занимается нарушениями сна самыми разными в том числе вот сегодня мы обсуждаем синдром обновь во сне ну в основном да хотя много чего мы успели обсудить так что ловите пожалуйста да не каждый день у нас такие гости именитые бывают ну еще если там какие-то вопросы ко мне пожалуйста можете заходить ко мне роман бузунов нижнее подчеркивание роман да и в инстаграме директ пишите я могу ответить спрашивают как можно различить апноэ сна и паническую атаку на самом деле тут проявление это совершенно разные паническая атака возникает в состоянии бодрствия это приступ немотивированного страха страха смерти до сердцебиение с различными вегетативными проявлениями а синдром апноэ сна возникает во сне и в общем-то человеком может быть незамечен паническую атаку трудно не заметить да слушайте еще хорошие вопросы так а вот спрашивают в екатеринбурге екатеринбурге и уфе может быть знаете сомнологов и там и там у меня есть люди с которыми я сотрудничаю члены нашего российского общества сомнологов но напишите мне у меня мэйл мой очень простой 7633331 собачка mail.ru роман а вы можете здесь в комментариях написать эмэйл свой вот в комментариях чтобы люди не чтобы люди его могли переписать себе собачка да сейчас напишу mail.ru вот это мой вот это мой мэйл да пожалуйста любые вопросы и по городам да дам координаты адекватных сомнологов которые там занимаются диагностикой лечения что делать если не можешь выспаться постоянно хочется спать но мне кажется мы сегодня как раз таки половину нашего эфира отвечали на этот вопрос да главное понять причину почему так происходит да кстати это может быть не только апноэ сна это может быть в принципе нарушенный режим сна нарушенный режим сна и бодрствования правильно ведь я сейчас скажу мы эндокринологи рекомендуем ложиться до 23 в идеале да если человек ложится в 2 встает в 10 все равно его сон не будет на до конца полноценным как вы смотрите вот на это утверждение не то чтобы я уж прям категорически согласен здесь в чем вопрос главное режим соблюдать потому что если чего человек сегодня в 10 вечера лег а завтра в 12 ночи а после завтра 8 вечера вот эта проблема потому что у нас организм подстраивает продукцию гормона под свой циркадный ритм соколу сон бодрствования да ой что-то у нас зависла друзья вы меня слышите нет или все зависло так 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 друзья у вас тоже зависла а у доктора режим сна какой опа так ну что ребят на самом деле мы с вами уже 55 минут я думаю что мы на сегодня с вами закончим большое всем спасибо за эфир эфир я сохраню а вот у нас тут с вами сейчас мы вернем вернем романа добавить ага а что-то меня выбрасывала да выкинула что то да да мы говорили о том что важно соблюдать режим да ложиться и вставать в одно и то же время да это очень хорошо настроить циркадные ритмы и там уже может быть не супер принципиально да в 11 10 или 12 вот главное чтобы это был режим раз и это была общая длительность сна достаточно для человека 2 кстати вот опять же такая книжечка советы по здоровому сну вот так они выглядят да тоже если хотите я могу вам все эти списочки дать книжек может быть у себя там в каком-то посте опубликуете для народа да это все в открытом доступе лежит их совершенно можно скачать во сне так и называется советы по здоровому сну 2.0 а вот у нас такие вот провокационные абсолютно какой вот роман у вас режим сна и сколько вы спите я сплю где-то это как у меня у эндокринологов всегда скажу а покажите ваш рацион питания ну я я сам стараюсь как ни странно следовать своим рекомендациям вот в плане режима и чуть-чуть не досыпать вообще есть замечательное выражение что чаще всего бессонницей страдают люди те у которых есть возможность спать столько сколько они захотят так же как перейдем противно на еду смотреть переспал против спать хотя вообще а не досыпать это сколько вот сколько можно мне например хватает 6-7 часов вот выше крыши это нормально у нас длительность сна средняя от семи до девяти но индивидуальная вариабельность от 4 до 12 часов и вы к спящим да вам если мне хватает это нормально да отлично классно на самом деле расстройство сна вне вот рама копной это огромная большая тема вот еще такая книжечка видите как победить бессонницу да вот такая вот видите мотайте на уст друзья смотрите вы же часто спрашиваете меня что делать да я не знаю я этим не занимаюсь мы можем кстати если есть желание второй эфир провести собственно по бессоннице потому что мы практически ее не коснулись и там по сновидениям что такое вещи сны кстати тоже хорошая мысль ну и по нормам сна что такое совы жаворонки и прочее и прочее то есть это отдельный большой блок и вообще что делать с бессонницей если плохо спишь а у тебя окно и нет тоже не имеет иметь бессонницу и там тоже масса в частности тоже можно это сделать то есть если ваши там читатели заинтересованы я готов хорошо я думаю что мы обязательно спланируем вот видите пишет уже давайте да обязательно спланируем ну давайте да хорошо хорошо ладно хорошо спасибо вам большое роман было очень приятно спасибо что вы к нам сегодня пришли я думаю что эфир абсолютно бесценный друзья конечно я его постараюсь сохранить если все хорошо ничего сейчас не случится то эфир я обязательно сохраню спасибо вам большое роман спасибо всего хорошего до свидания спасибо до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!